Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и... Кто? Ааа, Дэня! Посетил нас! Ай, присутствием... Своим присутствием порадовал нас, да мой Зойку! И сегодня у нас будет видео об антитрендах. На самом деле, уже эти видео поснимали все, кому не лень, но, скорее всего, это делают профессионалы, а может быть и нет. Но вы, дорогие мои, просто просили меня, все Лены, сними, пожалуйста, свои антитренды. И это видео будет не от профессионала, а просто от человека, у которого тоже есть свои антитренды, и я сейчас о них расскажу. Сначала я не особо хотела снимать это видео, потому что я такой человек, что, знаете, я считаю, что человеку нравится, то пусть и носит. И вот вышло оно из моды, не вышло оно из моды. Но, знаете, я, походив по магазинам, увидела пару антитрендов, что можно называть антитрендами, и даже где-то во влоге об этом говорила, что, говорю, вот, вот это однозначно антитренд. И я подумала, что, ну, для меня лично, может быть, оно и модно, потому что оно продается к зиме, в этом сезоне. И я подумала, почему бы не снять тогда видео о том, чтобы я уже не купила, никогда бы не купила и не хотела бы на себе видеть. И первое, что я вам скажу, это то, о чём я говорила в видео, это парки. Это парки с розовым мехом. Знаете, я вообще заметила, что то, что модно и очень бычурно и ярко, оно очень быстро теряет свою актуальность. Вот, например, парки с розовым мехом, так как они были очень, прям, знаете, сильно популярны, я себе хотела два года назад эту парку очень сильно. Даже ещё, по-моему, в прошлом году ещё остались остаточные явления. Но в итоге я её не купила и правильно сделала, потому что сейчас уже бы в ней ходить было бы совершенно неактуально. И такую парку можно было бы заменить, на самом деле, сейчас ещё более-менее актуально, ещё, может быть, я купила. Это парки с цветным мехом. Вот. А вообще всегда актуальны, мне кажется, парки с классическим каким-то мехом натуральным, да, не обязательно, чтобы это было цветное, лучше, чтобы это было не цветное, а что-то белое, серое, коричневое, вот, что-то такое. И мех, чтобы был богат и большой, и тогда это будет круто. А вот розовые парки уже, к сожалению, для меня не в тренде. Дальше пройдёмся по шапкам. Шапки. Я тоже долго смотрела и думаю, что же для меня, вот, какую бы шапку я бы не купила. На самом деле шапка, она просто должна подходить человеку. Я не люблю сильно обтягивающие шапки. Такие, чтобы они были ещё, знаете, мало того, что обтянутые, ещё какие-то и необъёмные. Вот я люблю объёмные шапки. Я завязанная, объёмные шапки. И лучше, чтобы это были не какие-то, как вам сказать, меньше в них всего наляпистого. На самом деле есть у меня шапка чёрная, и мне кто-то написал, ой, она уже не модная. На самом деле я тоже так считаю, что она уже не модная. На тот момент я её одела, потому что у меня не было шапки, а голова мёрзла. Но, знаете, когда я пришла по магазинам, оказывается, такие шапки ещё продают. И для меня, например, Zara – это такой достаточно трендовый магазин, потому что мне кажется, что они идут как бы в ногу со временем, да, и когда у них появляется какая-то новая коллекция чего-то, то это, скорее всего, как бы модно и актуально. Ну, я вот так вот доверяю Zara, да, не знаю почему. Может быть, я что-то о ней слышала когда-то, с чего так и сделала для себя вывод. И там продавались шапки, но сейчас уже не так, что вот какие-то буквы такие белые, да, сейчас сделали это аккуратно маленькие, как, например, моя шапка с маленькой надписью такой вот, да, какой-то. Ещё там были чуть-чуть видоизменили, то есть уже не такие большие надписи, а не такие как бы маленькие надписи. Но всё равно мне это особо не нравилось, но чёрная более-менее объёмная шапка с какой-то белой такой аккуратненькой надписью всё равно привлекла моё внимание, потому что она просто мне подходит по лицу, по типажу. И я считаю, что нужно выбирать так. Кому-то эта шапка может даже не подойти, от того, что она модная, там, трендовая. И для меня антитренд – это шапки с ушками. Особенно, если это ушки и ещё стразы на ушках. Короче, это было уже давно модно, и сейчас это, конечно, не актуально. Мне кажется, сейчас такое продают только на рынках где-то. Вот, и я бы уже эти ушки не одела. Ещё мне не очень нравятся меховые ушки, ещё мне не очень нравится, когда что-то со стразиками, какие-то цветочки непонятно что вышито. В общем, я считаю, что шапки, они должны быть вообще без всего наляпистого. То есть, если в них что-то есть, то маленький-маленький акцентик еле заметно. Если это фирма, то она аккуратненько где-то нарисована. Вот тогда это будет круто всегда и надолго вам прослужит. Вот что касается шапок. Дальше пройдёмся по классике. Это рваные джинсы, да, они были очень давно модные. И до сих пор моё внимание привлекает рваные джинсы, потому что это, знаете, это такой стайл бомж, как я называю. Я очень люблю, знаете, отдела на себя всё, что было, где-то там пошарахалась, порвалась. И такая, вы знаете, типа пофиг, как я выгляжу, называется. И я люблю рваные джинсы. Но, к сожалению, они действительно становятся неактуальны. И у меня есть джинсы вообще очень-очень сильно порватые. И я их в этом году ни разу не одела, просто потому что для меня это действительно антитренд. И если бы я выбрала джинсы, то, наверное, с какими-то... Может быть, если эти потертости не очень там видны, они какие-то маленькие. А вообще лучше, чтобы они были без потертостей. Классические джинсы с хорошего качества. То это было бы круто. Ещё я не люблю на джинсах всякие стразы, какие-то... Ну, стразы больше всего, да. Не люблю на джинсах стразы и жемчуга, когда усыпано всё вот так. То есть я хожу сейчас по магазинам, и если я вижу впереди жемчуга и стразы, я обхожу мимо всю эту рост. Дальше пойдём по одежде с вышивками. Особенно с вышивками из роз. Да, у меня есть такая кофточка, на самом деле, я её заказала, по-моему, даже этим летом. Вот. Я о таких говорю на шивках, о таких розах. Мне не нравится это, и... Оно мне нравилось, я даже в нём видео снимала, я так радовалась, но я вот эти вот розы просто, честно говоря, отворю, потому что для меня это конкретный антитренд, где бы они ни были, на одежде, на куртке, на кофточках, на обуви, на джинсах, на шортах, на юбках, короче, на платьях. Всё. Вот эти розы для меня просто сразу говорят антитренд. Вот. И поэтому с удовольствием их отпорю, а сама такая кофточка ещё мне нравится. Пока нравится. Вот. Также мне не нравятся вещи, которые с сильными вышивками. То есть, когда на вещах много вышивок. У меня даже есть такая куртка зелёная, на самом деле. Она уже такая, знаете, к антитренду, как бы уже можно её даже отнести. Но она очень удобная, она мне нравится, она такая, как бы, стайл мой, понимаете? Поэтому для меня, например, не всё, что в антитренде, это не значит, что я это не буду носить, и я это не одену, и это ужас. То есть, я не из тех людей. Я ношу всегда то, что мне нравится, в том, в чём я себе считаю комфортно. Поэтому это видео, как бы, чисто моё субъективное мнение. Может быть, оно даже разнится с реальной модой 2018. Дальше пройдёмся по моим антитрендам. Это черепа и кресты. Раньше, на самом деле, я очень любила такую одежду. Начинала я с черепов. То есть, мне было интересно всё, везде, где черепа. Это сумки, обувь, это пояса, это, я не знаю, всё, шапки, куртки. Всё, что только можно представить. Везде должны были быть черепа. И для меня это был такой символ, знаете. Ну, в общем, у меня своё там было. То есть, для меня это не страшные были моменты, но они были классные. И я считала, что это тренд, круто, даже если это где-то было что-то там немодно. Мне оно нравилось. И потом я перешла на кресты. Потом везде у меня были кресты, серёжки до сих пор у меня есть с крестами, и кофточки есть с крестами, и много где, в общем-то, эти кресты. Но стала я от них в последнее время отходить. Вот уже как год последний, как-то на мне особо не найдёшь этих крестов, кроме серёжек, которые я там одевала, может быть, пару раз. Действительно, как-то оно стало неактуально. Может быть, оно мне и нравилось раньше, потому что я это много где видела, много где встречала, оно как бы было очень интересно, да, и в тот момент было актуальным, а сейчас всё уже. И поэтому черепа и кресты для меня в этот раз неактуальны. Если я где-то это вижу, я считаю, что это анти-тренд, и нет, я лучше заменю всё это на классику, и чтобы не было конкретных каких-то особых рисунков. Следующий мой анти-тренд в обуви – это уги, а конкретно уги со стразами. Я ничего не имею против уг, мне вообще они кажутся уже классика. Честно говоря, давно уже я не покупаю вообще, в принципе, обувь, в которой очень-очень много страз, которая такая яркая, вся вычурная. Я люблю небольшие акценты, но тем не менее стразы в обуви для меня анти-тренд, а особенно если это уги и всякие такие пайетки, которые могут быть на угах. То есть для меня уги – это ничего на них не должно быть, ни вышивки, ни страз, ни всяких пайеток. Следующий мой анти-тренд – это тоже обувь и обувь с острыми носами, замечу с очень острыми носами. И особенно такие еще бывают без каблуков. Я никогда этого не пойму. Во-первых, помимо того, что это модно, нужно учитывать, что это некрасиво, как минимум это удлиняет ногу. Никогда большие длинные ноги не были ни в моде, никогда они не казались красивыми. Поэтому даже если это модно, это как минимум некрасиво, когда что-то удлиняет ногу. Еще есть также квадратные носы, которые тоже удлиняют ногу. И для меня такая обувь всегда будет анти-тренд. Я не имею в виду, конечно, классическую обувь, классические лодочки какие-то, это всегда классика, это всегда будет в моде, это всегда будет тренд. Но удлиненные носы с каблуками и без каблуков я никогда ни приму, ни пойму, и это для меня анти-тренд. И еще лаковая обувь. Лаковая обувь, острый нос, шпилька или даже толстый каблук тоже мне не нравится. И я такое не ношу. Для меня это анти-тренд. И последний анти-тренд для меня это колготки. Колготки Гетры со всякими рисунками. Вообще никогда не любила колготки цветные еще. И колготки с рисунками. Я на самом деле в детстве как-то себе в 16 лет у меня были колготки, я, наверное, даже не найду фотку эту, но были цветные колготки. И на самом деле я сейчас смотрю, это так смешно было, вот так вот я ходила, представляете? А еще один раз я купила себе красные колготки. И после этого я поняла, что никогда я не буду покупать красные колготки. Может быть, я не умею с чем-то их сочетать, но вообще я поняла, что это не мой тренд. Цветные колготки, колготки с рисунками, ну а сейчас и колготки Гетры. Они бывают разные, они бывают как будто в их чулках, они бывают с какими-то рисунками типа котики, или просто Гетры. В общем, для меня это антитренд, по мне так лучше. Какие-то просто классические колготки и без лайкры. Ненавижу лайкру. Всегда выбирала себе матовые колготки. Вот и все, мои красавицы. Это мои личные антитренды. Ничего они не имеют общего с трендами, на самом деле, на сегодняшний день и с модой. Это лично мое субъективное ощущение, поэтому не судите строго. Вы просили узнать мое мнение. Я вам о нем рассказала. Если я насобираю еще какие-то антитренды, я обязательно вам о них расскажу. А если кому-то мое видео было полезным, интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз, потому что впереди много интересного. Фон сегодняшнего видео предоставлял Дэнни. Иди сюда, мой красавчик. Иди, попрощайся, я сказала. Дэнни, говори пока. 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 Пока-пока. Пока-пока. Ну все, иди. Скоро спать будет, жопа моя. Все, я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Мои ладки, ладки, мои сладкие. Ой, у тебя зуб там еще один лезет. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok